приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы канал базируется в городе измаил а это юг украины юг одесской области и у нас по-прежнему еще плюсовая температура 27 и 28 сентября были просто жаркие дневные температуры плюс 24 а ночью уже плюс 10 плюс 8 плюс 9 температура конечно уже осенняя но она уже у нас обычно раньше была такая в октябре меняется погода меняется климат но несмотря ни на что коллеги наши из северных регионов присылают мне рассказы о том что у вас уже снег метель морозы и знаю вы присылаете фотографии ваши подоконники ваши зеленые уголки в квартирах потопают утопают в зелени там и цветы там и зеленый лук и петрушка и много много чего интересного и вкусного естественно поэтому мы продолжаем освещение вопросов посевов и сегодня мы будем говорить о посевах в октябре месяце 2021 года время как всегда московское и рассмотрим посевной агрогороскоп агрогороскоп не только для северян или для жителей средней полосы для юга но и для наших коллег из разных стран особенно у нас вопросы есть от наших далеких коллег из теплых стран поэтому мы будем стараться освещать эти вопросы рассматривая данный агрогороскоп и начинается наш агрогороскоп убираем наш прекрасный памятник и возвращаемся к первому октября 1 октября начинается ночью в знаке рак и уже с 3 часов 54 минут луна уже будет находиться убывающая луна в знаке лев а значит можно высаживать в теплицах естественно чеснок и лук это можно и в теплице и в горшках высаживать очень хорошая зелень получится кстати во время во времена вот этого нахождения луны в знаке лев лук и чеснок получается такой крепыш и он не так болеет так что воспользуйтесь этой подсказкой это можно сделать будет первого и второго все 24 часа выращиваем зеленую витаминную зелень если вы живете в теплых регионах можно высевать семена сидератов ну и у нас можно высевать мы планируем высевать семена сидератов в теплице 2 числа уже позади у нас будет лев но переход уже из знака лев в знака девы произойдет 3 октября в 1 часов 39 минут это уже глубокая убывающая луна посмотрите уже скоро у нас новолуние поэтому кроме посева сидератов в теплицах то что вы хотите особенно если это красивые цветы вьющиеся я имею ввиду фацелию или горох это можно сеять там где тепло это будет все очень хорошо взойдет и будет хороший результат после 12 часов 3 высевайте можно еще утром 4 в 9 затем начинается вот это время черной луны геката естественно в это время 4 5 6 само новолуние 7 уже в знаке весы и 8 до 14 часов это время гекаты время рождения новой луны и уже рождения нового лунного месяца поэтому этот период у нас не рабочий в плане посеву зато уже после 14 часов 8 октября знак скорпион растущая луна замечательное время для посева в теплице семян редиса очень сочный вкусный получается ну а для теплых стран тоже можно сеять редис или другие какие-то корнеплодные растения а также можно высевать и вершки в это время у нас будут энергии и земли и энергии воздуха то есть можно и вершки и корешки высевать если вы зелень решили посеять высевайте можно посадить тот же лук чеснок на подоконнике в теплице все что вы хотите в скорпионе высевайте для получения вот этой витамина зелени это можно делать 8 после 14 9 мы это делаем утром потому что уже луна без курса начинается в 9 часов 7 минут постарайтесь до 9 часов вот эти посевные работы завершить луна без курса будет продолжаться до 18 и 24 до момента перехода луны в знак стрелец в стрельце уже девятого вечера десятого все сутки можно сеять семена сидерата в теплицах и в теплых странах кстати можно и то что быстро растет снова же зелень тоже можно высевать в стрельце 11 снова же у нас будет луна отдыхать устала луна и вот 7 часов 33 минут до 20 часов 15 минут до момента перехода в знак козерог луна будет без курса а это время не подходит для посевов а вот уже с двенадцати с двадцати часов прошу прощения 16 минут даже с двадцати тридцати когда энергии уже успокоится вот это время растущая луна только только после новолуния смотрите только только начало я всегда вот это время использую для посадки корнеплодных получаются замечательные результаты поэтому можно начинать с 20 часов 30 минут посадку азимового чеснока и азимового лука для того чтобы получить в следующем году хороший урожай многие именно в прошлом году получили посадили посадили в этом году замечательный урожай и смотрите это можно сделать еще 12 все 24 часа азимовый лук и чеснок посадить козерог это дни корня и это очень хорошо тем более что у нас только-только родилась луна замечательный получается урожай но и кроме этого очень хороший плодородный знак козерог можно в теплицах высевать и вершки и корешки теплые страны наши коллеги пожалуйста можете воспользоваться этой подсказкой высеваете семена любых вершков но если вы выращиваете корешки то же самое все хорошо получится к сожалению козерог уже 13 здесь у нас время перехода луны из первой во вторую фазу и выпадает вот это хорошее продуктивное время этого знака и затем луна без курса еще с 13 часов 55 минут до 23 часов 47 минут до момента перехода в знак водолей вот этот день 13 число у нас будет не посевной кстати не посевной водолеи и 14 и 15 водолеи не сеем не высаживаем ничего но в весеннее время вы знаете и помните что мы высаживаем на испытания растения затем 16 числа уже начинается это хорошее позитивное время когда можно что-то сеять и это время начнется после 5 часов утра 22 минут а лучше уже после 6 7 часов как проснетесь в световой день что можно в рыбах растущая луна естественно в теплицах зеленые различные культуры сидераты лук на зелень ну и можно чеснок на зелень все вершки для наших коллег именно теплых стран вершки имеют зеленые культуры можно укроп петрушку все что вы выращиваете у себя используйте вот этот хороший день 16 и затем 17 октября для того чтобы вот эти все растения получить затем в хорошие всходы получаются и хороший урожай витаминной зелени 18 смотрите 19 20 21 22 утром до утром будет до 15 часов это у нас снова же уходит время на отдых сожженный путь полнолуния 20 полнолуния поэтому этот период когда сожженный путь полнолуния будет в знаке овен затем частично заберет у нас хорошее время тельца у нас кусочек тельца остается замечательное время вот это после 15 часов и до конца практически до 23 часов можно до конца дня 23 часа темновато но если подготовиться можно посадить озимый чеснок и озимый лук мне снова скажут что вы говорите это здесь столько позади полнолуния это проверенный результат проверенный не только несколько лет подряд нами но и уже нашими коллегами подписчиками и зрителями результат замечательный так что если погода позволяет телец это дни корня это корнеплоды используйте это время небольшой промежуток с 15 до 23 часов 22 октября к сожалению 23 утра и до 10 часов и 10 7 минут луна как будто бы в тельце но она будет спать луна без курса и затем переход в знак близнецы в 10 58 и здесь близнецах она будет и до конца суток 23 и 24 и 25 октября что можно делать в близнецах а вот это начинается вот это золотое время проращивание семян различных и очень хорошо близнецах получается проращивание бобовых зерен пожалуйста используйте вот эту витаминную добавку особенно это популярно у северян так что можете выращивать проращивать у нас даже видео было как мы это делаем всем это уже известно опыт есть проращиваете вот эти зеленые росточки очень ценные и полезны сейчас для того чтобы укрепить иммунную систему и быть здоровым 26 уже с одной минуты вот это 26 00 01 минута начинается время луны убывающей в знаке рак 26 и 27 два дня когда можно будет посеять семена редиса а также проращивать зерновые овощные семена любые получаются тоже очень вкусно сочные красивые и такие ароматные получаются так что 26 27 пожалуйста семена редиса для теплиц там где отапливаем и до теплых стран если вы кроме редиса еще что-то выращиваете из корнеплодных это имею ввиду теплые страны пожалуйста используйте вот этот период вы знаете какие культуры у вас растут 28 луна без курса начнется с 9 часов 4 минут до 12 часов 7 минут момента перехода луны в знак лев плюс переход луны из третьей в четвертую фазу естественно в 23 часа 06 минут это произойдет вот с этого момента плюс минус 12 часов и в это время лучше никаких посевов посадок не делать но я записываю себе лев вот сюда оно должно перейти 29 можно лук и чеснок на зелень вот это единственное что можно высаживать крепыши такие снова же получаются темно-зеленые растения и они меньше болеют а уже 30 здесь тоже практически и луна без курса во льве далее в деве 31 октября здесь никакие посевы уже не проводим единственное что можете в деве проращивание семян сделать если есть на это потребность это цветочное время но здесь можно все таки проращивать семена до тех же бобовых то что тянется то что обычно растет вверх вот это все у нас на октябрь месяц 2021 года мы завершаем это видео а мы это раиса горяченко и александр волик мы желаем вам хорошей погоды благодатной осени благодатного октября чтобы вы подготовились и на ваших окошках на подоконниках ваших зеленых уголках всегда вот эти ароматы зеленых трав различных лука чеснока всегда вас радовали и самое главное чтобы вы были здоровы укрепляйте свою иммунную систему проращивайте различные семена добавки делайте у вас плюс еще есть очень хорошие запасы капусты только начинается осень у вас еще есть какие-то запасы овощей мы желаем вам крепкого здоровья мы с вами обязательно вот этот период осени пройдем и выйдем на период зимнего солнцестояния а затем до весны подать рукой и солнышко будет больше светить и будет мечта и движение к тому чтобы снова возродиться цвести и быть естественно нам в этом цвету в этой радости в этом аромате цветущих садов очень большое такое пожелание но оно очень важное для всех нас желаем вам действительно позитивного солнечного настроения несмотря ни на какую погоду до новых встреч на нашем канале